Более года я пользуюсь вот такими зарядками, гановскими, так называемыми. Их у меня более пяти штук и в загородном доме, и в офисе, и в квартирах. У родственников тоже, где я часто бываю, приобрел такие. Почему мне нравятся эти зарядки? Причем мы сейчас не говорим про конкретную фирму, потому что у меня их, как я уже сказал, что много. И при этом они у меня все абсолютно различных фирм. Но при этом большинство выглядят абсолютно одинаково. Отличаются они только названием. Вот на это у нас называется вот так. Но есть точно такая же, которая называется совсем по-другому. А так абсолютно все у них идет одинаково. То есть эти зарядки делаются на одном заводе и потом просто брендируют их под различные бренды. И в этом нет ничего плохого. Если бы эта компания, которая выпускает эти зарядки, была бы плохой, и у них было бы очень много брака, то другие компании бы не брендировали и не позорили бы свое имя, продавая эти зарядки под своим брендом. Почему мне нравится эта зарядка? Конкретно вот 65 Вт с темы ГАМ. То, что у ней два порта, как вы видите. USB-A, USB-C и 65 Вт. И самое главное, что мы здесь можем получить 20 Вт. То есть я спокойно вот этой зарядкой могу заряжать свой современный ноутбук. Родная зарядка от ноутбука тоже параметр имеет 20 Вт и 65 Вт. Но вот эта зарядка, во-первых, имеет дополнительный порт, а у родной зарядки только USB-C. И эта зарядка в разы меньше по габаритам, чем оригинальная. А заряжает никаких проблем нет при зарядке. Точно так же, как и оригинальная. И даже по нагреву никакой разницы нет. Даже, на мой взгляд, оригинальная зарядка, конкретно вот от ноутбука Huawei, она чуть-чуть больше греется, чем вот эта зарядка. Но эта зарядка, опять же, она, конечно, тепленькая, даже чуть-чуть выше, чем тепленькая, так можно сказать. Но эта зарядка никогда не была горячей, даже при максимальной нагрузке продолжительное время. И, еще раз говорю, мне эти зарядки нравятся. И я их с собой, естественно, вот эту брал в какие-то поездки в другие города. Но недавно, где-то месяца два назад, я увидел в продаже на китайских сайтах уменьшенную версию зарядки GAN. Их тоже различные компании продают под разными брендами. Этот у нас конкретно так называется. Но я видел точно такую же зарядку, которая идет под другим брендом. Но она абсолютно точно так же выглядит. Вся маркировка такая же, порты такие же. Единственное, что название идет уже другое. Поэтому можно сделать вывод, что, возможно, даже они выпускаются на одном и том же заводе. Ну, это и неплохо. Кто-то скажет, зачем покупать 33 ватта, если есть 65 ватт, и она, в принципе, не очень большая. Да, соглашусь. Но бывают случаи, когда вы едете срочно по каким-то делам в какой-нибудь другой город, и у вас все забито. То есть, вы уже не можете ни в карман положить, ни в портфель. Вам нужно что-то очень минималистическое. Вот как раз для этих целей подойдет вот эта вот зарядка. То есть, у ней тоже есть USB-C, USB-A. Это хорошо? Конечно, это хорошо. Здесь у нас 65 ватт, здесь у нас 33 ватта. Но тоже 20 вольт у нас эта зарядка выдает. То есть, этой зарядкой вы можете заряжать современные устройства в стандартах PD. И вы можете ей даже зарядить, опять же, мой ноутбук Huawei, который я заряжаю обычно вот этой зарядкой. Ну, естественно, вы должны понимать, хоть и 20 вольт и там, и там. Но здесь у нас все-таки зарядка помощнее, и эта зарядка зарядит ноутбук в два раза быстрее, чем эта. Но все-таки эта зарядка маленькая, и она тоже сможет зарядить этот ноутбук. Ну, а если смотреть и покупать ее для смартфона, то тут вообще никаких нареканий нет. Она очень маленькая. Она даже меньше, чем стандартные зарядки, которые идут в комплекте с смартфонами. И современные смартфоны, которые поддерживают у нас 33 ватта максимальной зарядки, как раз эта зарядка и подойдет. И она тоже греется меньше, чем стандартная зарядка от смартфона. Берем, допустим, вот этот смартфон. Здесь у нас 33 ватта, обещают производители зарядку поддерживать. И действительно, при подключении данного устройства, данной зарядки, у нас смартфон заряжается, и быстрая зарядка у нас поддерживается. Давайте посмотрим стандартную, оригинальную зарядку от этого смартфона. Она у нас вот такая. Она у нас немножко уже, но при этом один порт всего лишь у нас. А по габаритам вы видите, что эта зарядка у нас, конечно, меньше. Поэтому делаем вывод. Кто-то скажет, зачем покупать неизвестную зарядку и использовать ее с дорогим смартфоном. Да, соглашусь, есть зарядки, которые совсем безымянные. И, конечно, я их не рекомендую покупать. И такие зарядки уже есть в сегменте ГАН. То есть, если до недавнего времени зарядки ГАН хоть были и некоторые но-неймы, но при этом они выглядели вот примерно так. И были по весу, и по внутренним своим компонентам. Были абсолютно идентичны, как я уже сказал, что они, возможно, собираются на одном и том же заводе. Также и вот с этими малютками. Вот в этом форм-факторе я видел уже три или четыре, даже четыре зарядки. Они были абсолютно одинаковые, единственное, отличались названием. Но я видел на Алиэкспресс тоже зарядку ГАН, тоже 33 ватта, немножко в другом корпусе. И при этом она стоила в два раза дешевле, но от абсолютно неизвестного бренда. Вот такую, конечно, покупать смысла нет, потому что неизвестный бренд, она довольно легкая, как пишут покупатели. И надписи очень быстро стираются. В общем, она действительно какого-то кустарного производства. И такой бы зарядкой, конечно, бы я не стал заряжать свой смартфон. А вот такого плана с зарядкой без проблем. Фирма серьезная. И понятно, что не она и выпускает эту зарядку, фирма Кула. Но она брендирует данную зарядку своим брендом. И навряд ли она бы стала ставить свой логотип, свой бренд на зарядку, которая, не знаю, быстро испортит ваш смартфон. Поэтому тут опасаться, я думаю, не стоит. К покупке рекомендую. Теперь давайте посмотрим, какие стандарты поддерживает данная зарядка. Ну, вы все видите. Тоже все видно, все наглядно. Покупки данной зарядки рекомендую. И еще дам совет. Если у вас все-таки есть современное устройство, которое можно заряжать 20 вольтами, и все-таки лучше приобрести и такую зарядку, и такую зарядку. Эта зарядка у вас будет универсальная дома в офисе, либо где-нибудь в загородном доме. И она у вас будет как такой комбайн. Она может заряжать все, что угодно, и довольно быстро, потому что она мощная. Но все-таки нужно иметь и вот такую малышку. Опять же, неважно какой фирмы. Но она тоже будет заряжать все то же самое, что и эта зарядка. Но она будет более медленно заряжать. Но при этом она будет такая вот миниатюрненькая. Ее можно брать с собой в поездки. И она не будет отягощать ваш карман.